Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает, и пышный цвет, и сладкий плод. Эти строки восьмой главы Евгения Онегина великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал на Нижегородской земле в Большом Болдино. 6 июня в России и во всех странах мира, где есть русскоязычное население, отмечается день рождения великого поэта, который признан родоначальником современного русского языка и символом русской эпохи. В 2021 году Пушкину исполняется 222 года. По-особенному к празднованию его дня рождения подходят здесь, в селе Большое Болдино. Праздник здесь отмечают масштабно. Вот 55-й всероссийский пушкинский праздник поэзии пришел на болдинскую землю. Мы встретили солидную делегацию поэтов, просаиков, актеров, журналистов, художников. И в рамках пушкинского праздника поэзии уже вчера состоялось его торжественное открытие в научно-культурном центре. Открылись новые выставки, театрализованные представления и мастер-классы. Для жителей Болдина и гостей в музей-заповеднике обустроили различные интерактивные площадки. Начиная от письма пером, рубки дров для пушкинской бани, полоскания белья и мастер-класса по придению, заканчивая азартными гуляниями для тех, кто помладше. На Пушкинском, на дворе, эх, на Пушкинском, на дворе, Блюдо, 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 но блюдо, но старта, стой, парень идет! Человек, так уверенно перенимающий пушкинские манеры и образ, актер Народного театра Болдина Артур Акульчик. Вот уже 12 лет подряд он перевоплощается в образ великого поэта. Надо сказать, справляется отлично. Как говорят туристы, именно так они и представляли Александра Сергеевича. Нахождение здесь поэта, пусть и не настоящего, буквально уносит в пушкинское время. А уж гуляющие по усадьбе Моцарта Сальери, герои маленькой трагедии Пушкина, подавно. Здесь хочется творить, говорят туристы и постоянные гости пушкинского села. Нас мало избранных, счастливцев праздных, поднебрегающей презренной пользой единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду, засну, прощай же. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже ли он прав? И я не гений. Гений и злодействуют две месяца несовместны. Болдина дает вдохновение. Приезжаю и пишу. Даже такие строки в автобусе родились. Мы едим в Болдино за светом, полей бегущих к небесам, за яркой рифмой, за ответом. На что и сам не знаешь сам. Именно в Болдино ежегодно проходит цикл мероприятий, посвященных всероссийскому пушкинскому празднику поэзии. Кто-то приезжает сюда читать стихи, кто-то наслаждаться яркой программой фестиваля. Мы приехали сюда с экскурсией. Привезли детей, родителей. И очень-очень этому рады. Читать стихи твои, великий Пушкин. Мы учимся и бережно, и нежно. С поэзией твоей давно мы дружим. Она для нас, как океан безбрежна. Я очень люблю этот праздник с молодости. Сейчас, конечно, уже не так празднуется, но ностальгия к Пушкину. Ждем этот праздник. Сейчас еще лучше с каждым годом здесь. Но тогда помоложе было, другие были впечатления. А сейчас уже постарше, сейчас другие впечатления, понятия уже другие. Как всегда, на высоте все очень здорово. В частности, вот выступали коллективы, самодеятельности. Вот сейчас писатели выступают. Замечательно. Наслаждались Большим Болдина. София Иванова, Ренат Бигбаев. Время новостей.